Здравствуйте! Это Первый городской. Меня зовут Роман Малык. Это программа, которая называется «Один на один» в этой студии на протяжении следующих 20 минут. Мы будем общаться с одним из городских депутатов. К нам сегодня в гости, пожалуй, Александр Макаренко. Это депутат от партии «Солидарность», представитель, еще раз повторяю, городского совета. Всегда такие интервью интересны, потому что именно депутаты городского совета имеют такое самое большое влияние на жизнь и развитие Кривого Рога. Одним из проектов, которые вы будете выносить на следующую сессию, это есть такой проект-запрет, проект-мораторий на закрытие школ в Кривом Роге. Я слышал много мнений по этому поводу. Хотел бы еще раз услышать ваше мнение. И знаю, это первая часть вопроса, знаю, что этот проект не один, который будет выноситься от вас как проект-решение. Что еще вдобавок? Но сначала давайте о школах поговорим. Добрый вечер. Я думаю, достаточно много уже говорили о первом проекте. Мы действительно подаем на эту сессию или уже подали в рамках или в соответствии с требованиями заранее, заблаговременно, не менее чем за месяц до следующего пленарного заседания проекта решений. Проект, о котором идет речь, связан с желанием криворожан, чтобы определенные школы или в целом школы не закрывали. Я в большей степени, наверное, владею информацией, связанной с высшими учебными заведениями, так как преподаю с 2005 года. Но в дополнение, может быть, к тому, что было сказано, как сторонниками, так и противниками этой идеи, как теми, кто считает, что проблема есть, так и теми, кто апеллирует к тому, что проблемы нет. Мои наставники меня учили, что к ряду вопросов необходимо подходить комплексно, как к проекту. Потому что школа, как средняя школа, как и высшая школа, это нечто большее, чем педагоги, учителя и ученики, либо студенты. Это нечто большее, чем здание, то есть материально-техническая база. И мне кажется, во-первых, необходимо любой вопрос рассматривать комплексно. То есть, если сейчас, к примеру, школьников, либо студентов не хватает, то что мы будем делать через 5-10 лет, если есть динамика роста? Опять-таки же, сохранность материально-технической базы. Оставить любое здание без отопления, без жизненной энергии, может быть, скажу так пафосно, это фактически уничтожить его, потому что вернуть его в базовую отправную точку будет требовать колоссальных затрат. Поэтому первый мой месседж – это подходить к вопросу комплексно, смотреть на суть проблематики и прогнозировать, либо рассматривать несколько вариантов развития событий. Я хотел бы спросить с юридической точки зрения, в самом проекте решения, какая цель? Что вы будете спрашивать у остальных депутатов? Я всегда своим студентам говорю, что вот, наверное, одна из особенностей нашей профессии юристов – это какая-то ее творческая составляющая. Можно очень долго говорить о терминах, но, по сути дела, решение или проект решения о моратории на закрытие школ, как путем непосредственно прекращения их существования, так и путем оптимизации, то есть, ну, скажем так, фактическое перемещение учеников, учителей из здания одной школы в здание другой школы. Вот суть на простом, понятном языке данного проекта заключается в том, что городской совет, в случае, если такое решение будет принято в его редакции, возьмет на себя обязательство не закрывать школы, во-первых, ныне существующие, и не проводить оптимизацию путем перемещения, скажем так, любой конкретной школы в здание другой путем освобождения здания. Но, повторюсь, мне кажется, на вопрос надо смотреть более комплексно в любом случае. И второй аспект, может быть, термин взаимоуважения, либо открытость, ну, более подходит в связи с чем? Я высказывал свою идею и представителям отдела образования, и как сторонникам, так и оппонентам. Может быть, в ряде случаев, не только в этом, возникает излишняя нервозность и недопонимание, неготовность сесть за стол переговоров, исходя из ряда факторов. И один из них – это отсутствие информации. То есть, если нам говорят или мне мои оппоненты говорят, что мы вынуждены будем принять в перспективе, может быть, не через год, а через два, через три года, болезненное решение, то я предпочитаю, чтобы не было паники, чтобы не было перекручивания информации. Пусть даже о маленьком проценте такого негативного решения мы должны узнать не за неделю, не за день или не в день принятия решения, а заблаговременно. То есть, провести отговор. Тут иногда информация, а в наше время мы жить без нее в принципе не можем. Мы начинаем свой день с того, что заходим в социальные сети со своих гаджетов, для того, чтобы оттуда взять какую-то информацию. И каждый день эта информация появляется новая, она может быть глобальная в мире. Кто-то садит ракету вот так вот, прямо стоя вертикально. И эта новость сегодняшнего дня, она в приколах, она в серьезных новостях, она в новостях экономики, она в новостях техники. Действительно важная такая вещь информация. Но часто бывает, что из-за отсутствия этой информации люди начинают себе что-то додумывать. Вот есть одна из теорий, что одна из школ была как раз закрыта ввиду того, что кто-то когда-то проронил неосторожную фразу, что, мол, вам надо школой заняться, а то ее закроют. И люди, которые, услышав эту фразу, они услышали в этой фразе, не надо школой заняться, а вашу школу закроют. И директор как-то опустил руки. И педагогический коллектив подумал, ну если все равно закроют, то работу лучше искать сейчас, чем тогда закроют. Ученики, которые начали это искать, родители посчитали, что может быть лучше им найти где-то в другом месте. И оказался снежный ком. И ее закрыли как раз из-за того, что ей бросили заниматься. Не поменяли менеджмент, а просто вот зачем тогда заниматься. Как вы относитесь к отсутствию такой информации? В принципе, нужно ли комментировать любое событие, которое происходит в партии, в политике, в исполкоме и в других местах? Я скажу даже больше, жизненно необходимо для любой организации, независимо от того, это правоохранительные органы, это коммунальные предприятия. То есть там, где есть речь о государственном интересе, это необходимо делать максимально быстро. Может быть дозировано, что имеется в виду. Если для того, чтобы озвучить официальную позицию, необходимо проработать вопрос, собрать информацию, это нормальный рабочий вопрос, то может быть вот таких информационных объяснений или всплесков может быть несколько. Один, два. Но, вернее, наличие объективной достоверной информации от всех участников того или иного процесса, на мой взгляд, убирает нервозность, убирает такой фактор, как паника, дает возможность конструктивно, фахово, еще державной мовой, говорить о том или иной проблеме и находить действительно путь для ее решения. Скажу даже более, если мы говорим о неизбежном негативном событии, то как минимум, если мы говорим о школах, родители имеют право, ну, к примеру, я, кстати, тоже предлагал проголосовать путем тайного голосования, то есть пусть органы местного самоправления предложат первый, второй, четко сформулированы, кратко вопросы или предложения для развития ситуации, для разрешения ситуации. Не составляет сложности сделать процедуру тайного голосования в квотном принципе для учеников, учителей, преподавателей, студентов. Этот механизм апробирован, он известен. Это, ну, скажем так, в какой-то степени может быть и защитит чиновникам, потому что, будем откровенны, в ряде случаев ограничение информации или непринятие решения связано с тем, что конкретный представитель государства где-то боится взять на себя ответственность, либо не уверен. А правда, что это такая особенность наша ментальная, не давать иногда комментарий по типу, ну, если так грубо, чтобы сейчас телезрители меня поняли, все по типу, так кто ты такой, чтобы я тебе объяснял? Ну, в разных ситуациях. Бывает ты такой. Согласны вы ли с таким решением, что вот в Украине часто бывает такое? Знаете, в какой-то степени да, но опять-таки же, ну, вот все-таки роль личности, если так перефразировать в истории, роль личности в любой организации сложно переоценить. Если человек достойно ведет себя, ну, я знаком по роду научной деятельности с некоторыми учеными, которые являются сотрудниками высших учебных заведений, но работающих в системе правоохранительных органов, Академия прокуратуры, учебные заведения по линии Министерства внутренних дел. То есть это люди, которые имеют звание, если говорить на понятной терминологии, подполковников и генералов. Я никогда не слышал, чтобы эти люди повышали голос на подчиненных, и тем более на студентов. Я никогда не слышал, чтобы эти люди общались к тем, кто младше их, либо занимает нежестоящую должность на «ты», по крайней мере, на официальных, полуофициальных встречах, в формате конференции и так далее. Это говорит не о том, что человек, ну, скажем так, несет себя высоко, либо задирает нос, как принято говорить в ряде случаев. Это говорит о том, что человек воспитан, корректен и понимает, что он находится в определенном месте и в определенном времени. Я уверен, что это поведение дислоцируется и на другие вопросы. Кроме школ, от которых мы перешли вот к таким философским вариантам того, отвечать или нет на те или иные события, которые происходят в жизни разных людей, я хотел бы перейти еще к одному проекту решения. Он исходит от вашей политической силы солидарности. Вам нужны финансовые средства, не вам конкретно, а вам для какой-то программы. Что это за программа и какие средства, в каком количестве вы хотите спросить у городского бюджета? Ну, хотел бы отметить, что в отличие, может быть, как от некоторых наших коллег, так и оппонентов, мы никогда не ставили вопросом номер один это получение пиара. То есть там, где наша идея бралась на вооружение иными политическими силами и группами, мы нисколько не сожалели об этом, наоборот, подставляли свое плечо. А были такие случаи? Были, я не хочу, как минимум, один... Не хочу сказать, что все идеи светлые и правильные, которые озвучивались в городском совете, принадлежны нам. Конечно, нет. Но, как минимум, одну-две могу назвать. И наши коллеги по городскому совету очень успешно брали их на вооружение. Но, опять-таки же, если достигается результат полезный для города... То, что вы хотели, то вы за. Почему бы и нет? Ну, не то, чтобы за, но не против. Опять-таки же, речь идет о конструктивном сотрудничестве, если действительно проблема важная для жителя города. Мы... Второй наш проект решения, который уже подан, это как раз проект помощи детям, которые имеют онкологические заболевания. И первый, и второй проект, он разработан, ну, наверное, группами депутатов, и депутатами городского совета, и депутатами районных советов. Мы предлагаем, опять-таки же, подавались проекты заранее не для того, то есть мы не создавали ситуацию, когда целью было получить только пиар, и все. Понимаю, что вопрос принятия решений, которое подано за неделю, за день, ну, крайне проблематично решить, если ты не имеешь большинства в городском совете, либо в районных советах. Мы подавались заранее, и мы призывали всех наших коллег и оппонентов, давайте проработаем механизм. Надеемся, 24 числа на заседаниях постоянных комиссий нам предложат какую-то альтернативу. Второй проект – это помощь семьям, где есть дети с онкологическими заболеваниями. Таких на учете в сегодняшний момент с подтвержденным диагнозом в городе 98 человек. Дети? Только детей? Почти 100 человек? Да. Конечно, мы понимаем, что есть и другие заболевания, и масса категорий жителей города, которым необходима помощь. Но мы с родителями, вернее, даже родители, просчитали и предоставили нам подтверждение, какая минимальная сумма необходима для лечения ребенка в год. Это вышло по скромным подсчетам около 48 тысяч гривен. Мы понимаем, что, скорее всего, такую сумму нам не дадут. Ну, я так понимаю, там не совсем о лечении идет вопрос. Идет вопрос о таком своеобразном медицинском обслуживании, которое входит в какие-то... Мы прописали, скажем так, минимальный набор, который практически применим, но если не ко всем, то к большинству этих детей. Анализы, какие-то... Медицинские процедуры, лекарства и так далее. Витамины, которые надо... Ну, в любом случае, минимальное количество каких-то... Вот минимальный набор, который не в учебнике прописан, я скажу, может быть, грубо, а который проверен на судьбах семей и этих детей. Я ни в коем случае не хочу сказать, что до этого решения ничего не делалось или не делается. Но мы пытаемся и, может быть, даже более агрессивно себя ведем в том плане, что не ждем, пока кто-то за нас что-то сделает. То есть, если наша идея не берется на вооружение, мы действуем самостоятельно. Мы поставили отправную точку. Мы надеемся и просим, что на комиссиях нам скажут, хоть какую-то сумму выделят этим детям или нет. Почему мы считаем, что это возможно? Если это невозможно, объясните. Но мы закупаем светофоры и, ну, будем говорить так, можем увидеть ряд светофоров, которые не работают, а постоянно мигает желтый проблесковый знак. И возникает у меня вопрос, как у автолюбителя, есть ли необходимость или была необходимость в закупке этого оборудования. Не дешевого, как при покупке, так и при обслуживании. Мы рассматривали на позапрошлой сессии, если не ошибаюсь, петицию об увеличении численности муниципальной гвардии. Идея безопасности в школах важна и имеет право на жизнь. Но если мы получаем петиции, и кто-то действительно поддерживал ее, и с депутатом в том числе, сутью которой было увеличение, существенное увеличение финансирования, и ряд вопросов периодически возникает с выделением каких-то денежных средств, к примеру, на покупку определенных печатных изданий. Не хочу называть, чтобы это не воспринималось как черный пиар. Но есть вопросы там, где речь идет о выделении достаточно больших, где-то больше, где-то меньше дополнительных денежных средств. Есть вопросы, когда деньги не используются в отчетный период, и есть возможность их перераспределить. Мы ни в коем случае не шантажируем. Мы просим, давайте более внимательно смотреть на эти вопросы. Если есть хоть какая-то сумма, которую можно перераспределить, пусть это будет не 48 тысяч, пусть это будет намного меньше сумма, но почему бы этим детям не помочь? На какое число планируется заседание городского совета? Комиссии будут 24-го. Всем, кому это интересно, кто может быть, может предоставить дополнительную информацию, потому что масса вопросов фактически по всем сферам жизнедеятельности. 24-го числа с 9.00 будут работать постоянные комиссии, и 29-го числа будет очередное пленарное заседание. На которое вы выносите два вопроса. Еще напомню, это первый вопрос о запрете, он же мораторий на закрытие школ в Кривом Роге, любое закрытие при любых условиях. И второй момент, вы хотите, ну как бы, ваш на данный момент проект почти 50 тысяч для почти 100 онкобольных детей, проживающих в Кривом Роге. Но фактически мы будем понимать после заседания поставленной комиссии... 50 тысяч каждому, я уточню. Тут это ваше предложение. Но я хочу изначально пресечь возможные манипуляции. Мы видели практику, когда решение, выносимое в сессионный зал, изменялось. То есть никто, ну скажем так, если нас просят, или родители спросят, которые, возможно, будут присутствовать, но я не хотел бы, чтобы ситуация сложилась так. 48 нет, поэтому не дали ничего. Мы изначально констатировали, вот в Терновском районе, в некоторых других, сейчас наши коллеги депутаты проверяют, нашли, вот, ну я скажу грубо, хвостики, денежные средства, которые не израсходованы были под этим программам. В этом районе, по-моему, вот Ирина Сеферова, наш депутат от районного совета, подсчитала, можно выделить уже сейчас около 10 тысяч гривен на каждого ребенка, который зарегистрирован в этом районе. Из районного бюджета. Да. Но, если поискать, может быть, найдем и в других программах, где деньги не израсходованы, депутатов не уведомили о том, что вот есть такие денежные средства, которые фактически можно перераспределить, и мы в любом случае будем их перераспределять. У нас еще есть 3,5 минуты для того, чтобы пообщаться об одном тоже важном финансовом вопросе. Я напомню нашим телезрителям, что депутаты Верховной Рады получают зарплату и получают иногда какие-то выплаты, если они добиваются тех или иных вопросов в рамках своих избирательных округов. Депутаты районного совета и городского никаких денег ни от кого нигде не получают. Это все у них на общественных началах, то есть никто им за это ничего не платит. А есть практически похожая ситуация с депутатами областного совета, но там есть одно «но». Депутаты областного совета получают субвенции в размере 500 тысяч гривен. Это вот так было в 2016 году на год. Они там иногда выдаются несколькими платежами, в основном по два раза. И эти субвенции депутат городского совета практически все они тратят на нужды горожан в рамках своих избирательных округов. Что-то подобное предлагает и партия «Солидарность» сделать в городе для всех депутатов. Я хочу напомнить, что достаточно так, как и в городе, так и в области, разные цвета политические есть в областном совете. Но тем не менее они смогли договориться, и тем не менее, что каждый депутат, вне зависимости от «Солидарности», от «Укропа», от «Самопомощи» использует раз и получает равную сумму денег со всеми. В равном количестве никому не задерживает. Какое предложение у вас, как вы хотите, чтобы это выглядело? Есть ли такой опыт в горсоветах в Украине вообще? Мы говорили об этой идее минимум три, может быть, даже три месяца-полгода назад. Опять-таки же, изначально используя ту информацию, которую получаем в сессионном зале, секретарь городского совета Сергей Васильевич Малеренко высказывался, что, пожалуйста, депутат от разных партий, обращайтесь, если у вас есть интересная для города идея, исполком готов их реализовать для криворожан. Изначально это было устное предложение, затем депутат от нашей фракции Артур Павликов непосредственно изъявил желание подготовить письменное обращение. Мы его доработали, подали, получили корректный ответ. Ну, кратко, что удовлетворить данное пожелание или данную идею не представляется возможным. Мы, конечно, просили гораздо более скромную сумму, чем 500 тысяч, но исчисляли ее, что справедливо, в проценте от городского бюджета. Нам отказали. После этого я напомню зрителям, что криворожский городской глава сам, собственно говоря, предлагал эту идею в сессионном зале. Звучала сумма, если я не ошибаюсь, около 60 тысяч гривен. Затем еще через одну или две сессии другая политическая сила предложила свой проект решения. По данному же направлению мы, повторюсь, нисколько не расстроились, а даже обрадовали, что, может быть, вот звезды совпали. Проект не был проголосован, если я не ошибаюсь, даже не был вынесен в сессионный зал. Но механизм необходим. Почему? Потому что вот тот закон, по которому мы избирались, он был практически открытый в списке. Что это означает? Голосовали не столько за политическую силу, сколько за конкретного человека. За фамилию, за лицо, за человека с опытом, с репутацией. И вот предоставление такого механизма, который используют депутаты от разных политических сил, в том числе от оппозиционного блока, депутата областного совета. Но вот этот механизм в городе позволил бы депутатам стать, ну, на мой взгляд, может быть, не максимально независимыми, но более независимыми финансовыми, чем они есть сейчас. Решать проблемы избирателей, не исходя из, ну, скажем так, интересов руководителей партии, либо руководителей тех групп, в которых они состоят, если это не фракции, а действительно проблемы своих избирателей. Я согласен с вами. У нас приходили люди и говорят, что ко мне пришла бабушка с реальной какой-то проблемой, о том, что ей надо закрыть люк где-то. Ну, это часто люк относится к предприятию. Да, поставить лавочку, но у меня нет, говорит, денег на лавочку. А писать куда-то, даже я пишу, как-то это все бестолку. Ну, некоторые письмами добиваются, некоторые свои деньги кладут для покупки такой лавочки. Скажите мне, у нас буквально 10 секунд, по вашему мнению, личному, по мнению вашей политической силы, какая это должна быть сумма и куда бы вы ее потратили? 30 секунд. Я считаю, это должен быть, пусть минимальный процент от бюджета города. Сколько денег? Ну, скажем так, если брать по налоге, я считаю, хотя бы 100 тысяч гривен, это та сумма, которая позволила бы минимально выполнять вот жизненно важные проблемы для жизни. На что бы вы потратили 100 тысяч гривен таких? Я знаю, что там есть определенные статьи расхода. Знаете, я не хочу, вот если я сейчас отвечу, вот как бы потратил сегодня, меня обвинят в том, что это популизм и реклама, может, как минимум одного из них. Я бы сказал так, это любому депутату, а математика простая. Если у какой-то политической силы больше количества мест, чем у нашей фракции или другой, выигрывает не политическая сила, выигрывает конкретный депутат, а даже, скажу больше, его конкретный избиратель. Потому что если этот депутат получит эту сумму и потратит ее на один дом, в котором, например, живет он, любимый, либо его близкие родственники, сделает там все идеально, то на следующих выборах уже он не сможет прикрыться какими-то факторами. Выбор будет очевиден. Спасибо, Александр. Иногда так не получается, потому что там есть четкий список, куда эти деньги можно потратить. И часто на свой дом или на то, чтобы всех бабушек, твоих соседок, обеспечить последними айфонами, тоже не получается. Хотя на 100 тысяч и айфонов много не купишь. Всего там 5 бабушек могут ходить с новыми телефонами. На этом мы ставим точку. Видите, что денег не хватает, но вместе с этим депутаты постоянно работают над тем, чтобы максимально корректно, максимально в нужный вектор направить те суммы средств, которые есть на данный момент и в городском, и в областном, и, конечно же, в украинском бюджете. Александр Макаренко, представитель политической партии «Солидарность», депутат городского совета, был сегодня со мной один на один. Большое спасибо, Александр, что с нами. Большое спасибо, что вы по ту сторону экрана. Оставайтесь. Главные новости самого главного города Украины совсем скоро. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова